Я принял решение сесть на безуглеводную диету, ну как, я ем овощи, у них тоже есть углеводы, в общем, я не ем ни мучного, ни сладкого, ни макарон, ни каш, с утра только 50 грамм максимум овсянки, и то в суровом виде, просто в блендер с протеином и с ягодами, короче, все это с водой смешиваю, выпиваю все. Дальше у меня идет по списку, это либо креветки, либо курица, салат, овощи там, и все, и вода, вода, вода. Вот, я сижу на диете такой уже где-то недели две, чувствую себя хорошо, хочу продержаться на такой диете минимум месяца 2-3, посмотреть, что произойдет с моим телом, как я себя буду чувствовать. Но при этом, конечно же, иногда я себя балую всякими Dr. Pepper Diet, Cola Zero, типа якобы они там без сахара, я не знаю, правда ли это или нет. Но суть в том, что находясь на подобного рода диете, да любой диете, хоть ты там постишься, хоть что-то еще делаешь, это, короче, очень хорошо влияет на твой дофамин, на выработку твоего дофамина, я считаю. Это такой некий детокс, когда ты себя в чем-то ущемляешь, точнее ограничиваешь, у тебя идет дофаминовое голодание. И таким образом, любой твой каприз, который ты выполняешь, допустим, там раз в неделю, что-то позволяешь, какую-то слабость, он приносит тебе в десятикратном объеме то счастье, которое приносит, в принципе, ну, тебе те вещи, которые приносили тебе счастье. Вот, то есть это круто, я считаю. И если вы еще не пробовали такую технику дофаминового голодания, то обязательно попробуйте, потому что это очень сильно дисциплинирует и подымает мотивацию, подымает вообще, в принципе, короче, желание творить, жить, развиваться, быть счастливым.